Не с мячом у нее в квалификации. Была допущена грубая ошибка на повороте. Вылетел у нее мяч, пришлось догонять, что не позволило ей подняться на вторую строчку в многоборье. Одевала она лишь бронзу. Здесь сегодня у нее все получится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В конце, в самом конце, даже не на элементе, просто немножко ляпнула мячом. Может быть, судьи и не посчитают это как ошибку. Получился как отбив. И не успела Настя в конце сделать последний бросок. Но все упражнение держала в напряжении, потому что все было сделано... На такой большой скорости мяч, в принципе, не держался. У Настя в руках, он все время где-то перекатывался в ногах, по телу. Вот серия перекатов, очень красивая. Ну и опять-таки, как отличается образ Настя в первом упражнении и во втором. У меня всегда такое ощущение, что Настя вот в этом упражнении как такая девочка из компьютерной игры. Очень такая необычная музыка и необычный образ. Такой даже не игривый, а какой-то немножко... Вот прям необычный образ воплощает в этом упражнении Настя. Вот тут буквально на передаче мяча вот как-то в руку не вложился правильно мяч и выскользнул. Да, расстроилась Настя, потому что все упражнение очень хорошо делала. Могла получать очень высокую оценку. Да, и вот этой небольшой ошибочкой дала она шанс своим соперницам. Приняли это во внимание, естественно, судьи, поскольку Настя получает оценку чуть выше 26 баллов. Да, посчитали судьи это как потерю, потому что исполнение 8.65. Проигрывает она Лали Крамаренко. Занимается...